Привет, друзья! Сегодня у нас короткий ролик о том, как можно прошить дрон Hapsan Zina 2 Plus по воздуху. Это очень просто, но тем не менее у многих пользователей, которые только приобрели этот дрон, возникают эти вопросы, поэтому я решил рассказать об этом. В данном ролике вы узнаете, как это сделать и какие могут быть нюансы. Поехали! В какие-то моменты, когда вы приехали на полеты, вы можете обнаружить, что ваш телефон, который вы уже вставили в пульт, начинает говорить о том, что дрону требуется прошивка. Если вы находитесь на полетах, не надо на это заморачиваться, жмем отмену и спокойно летаем. После того, как мы вернулись домой, заряжаем пульт, полностью заряжаем дрон, заряжаем ваш смартфон и только после этого все включаем и соглашаемся обновить прошивку. Поскольку Hapsan Zina 2 Plus уже снят с производства и сейчас распродаются остатки, которые остались на Алиэкспресс, Алибабе и прочих площадках или в магазинах интернет-торговли, то вы можете натолкнуться на то, что на нем стоят еще самые первые прошивки, которые были залиты туда в момент его производства. И соответственно эти прошивки требуют для того, чтобы обновить его, установки карточек SD форматом FAT32, то есть 4, 8, 16 гигабайт, то есть это карты, которые могут быть именно формат FAT32. В другом формате прошивка не состоится. Новые прошивки уже без разницы пережевывают любые карты, проблемы нет. Я сейчас карты не меняю, у меня как 128 гигабайт стоит в нем, так она как бы и присутствует при перепрошивке. Отлетав на этом дроне уже практически год, я ни разу не прибегал к тому, чтобы обновлять его с помощью USB. Через компьютер, как-то еще все, только через мобильное приложение, через телефон и по воздуху. Почему? Потому что я не занимаюсь перебором прошивок, кастомных, не кастомных, есть люди, которые этим увлекаются. Для них это очень важная задача, попробовать ту прошивку, эту прошивку, вот им удобнее пользоваться всем этим делом из компьютера. Ну а я больше предпочитаю летать, поэтому для меня важно то, чтобы дрон перепрошивался без проблем и если фирма-производитель делает какие-то улучшения, дает нам эти возможности, то мы им радуемся, а если нет, то что теперь делать, подождем следующей очередной прошивки. Поэтому воздух, воздух и еще раз воздух. За все это время не было никаких проблем. Как я уже сказал, сам процесс прошивки не представляет никакой сложности. Да, очень полезно, если ваш телефон, с которого будет проводиться обновление, будет подключен к вашей домашней сети Wi-Fi, чтобы процесс скачивания обновления прошел быстрее. После завершения прошивки, дрон попросит перезагрузиться и вуаля. Также может попросить обновиться и приложение. После этого вы имеете обновленный дрон. С какой проблемой вы можете столкнуться при перепрошивке по воздуху? Может случиться такая ситуация, когда вы прошиваетесь, у вас там все загружается и в момент прошивки какой-то ближе уже к концу все встает колом или просто зависает. Вы перезагружаете дрон, начинаете процедуру повторно и ситуация повторяется с точностью один в один. Что делать в такой ситуации? Не пугайтесь, эта ситуация может возникнуть в том случае, если вы используете карточку microSD, отформатированную в FAT32, которая не работает. Либо она не работает, либо она неисправна в какой-то части, либо у нее не хватает скорости чтения. И в таком случае такая ситуация возможна. У меня такая ситуация возникала. После замены карточки microSD весь процесс прошивки прошел легко, просто и непринужденно. Поэтому не пугаемся, просто поменяли карту и все заново повторили процедуру прошивки. Ну и повторюсь еще раз, что с последними новыми прошивками проблем вообще нет. Даже вытаскивать, менять карту в самом дроне нет никакой необходимости. Поэтому просто соглашаемся, говорим окей. Полностью все заряжено проверили, да и после этого начинаем процесс прошивки. Дрон перепрошился, после этого попросил перезагрузиться. И все, вы уже работаете на новой прошивке, можете пользоваться всеми плодами ее новых функций, которые там и улучшений, которые разработчик нам дал на текущий момент. Ну короче, желаю хороших полетов, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok